Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня наша передача «Час юмористического рассказа» будет не совсем обычной. Впервые к нам в студию пришли гости, друзья нашей передачи. Да, и вместе с ними мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, совершить увлекательную экскурсию. Радиоэкскурсию. Радиоэкскурсию в музей. Вы не отыщите адрес этого музея ни в одном путеводителе, но тем не менее он существует. Залы его полны любопытнейших экспонатов. Коллекции его ежечасно пополняются. Над входом в наш музей нам хотелось бы поместить одну замечательную крылатую фразу. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Итак, мы приглашаем вас стать первыми посетителями музея уходящего быта. Мы в первом зале музея уходящего быта. Здесь нет предостерегающих табличек, не садиться, руками не трогать, просьба сохранять тишину. Нет, нет, будьте свободны и раскованы. Чем активнее вы будете реагировать, тем приятнее будет служителям музея. Да, и наши радиослушатели, мы надеемся, тоже поделятся с нами своими впечатлениями о сегодняшней радиоэкскурсии. Перед вами экспозиция, созданная по-смелому, я бы даже сказал, фантастическому проекту одного из основателей нашего музея Владимира Владимировича Маяковского. С нее мы и начнем. Мгновение, и мы с вами в центре события, взволновавшего целый город. Товарищи, объявляю торжество открытым! Мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. При скорбной случае в нашем городе, явившейся результатом неосмотрительного допущения и пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти, спокойно, товарищи, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплющиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь, и трудность культурной борьбы рабочего человечества. Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах. Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору! Главный герой сатирической комедии Владимира Маяковского Клоп Присыпкин волею автора попадает в будущее. Однако время, которое рисовалось Маяковскому отдаленным будущим, для нас с вами уже во многом отошло в прошлое. Товарищи, я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу все же не принести благодарности преданным труженикам Союза Охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору Института Воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная подсознательная надежда твердила. Напиши, дай, разгласи объявление. И я дал. Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему нормальных условиях. Я понимаю, я понимаю, что ужас. Я сам не верил собственному абсурду. И вдруг существо является. Его внешность почти человеческая. Ну, вот как мы с вами. Вы, директор, я призываю вас к порядку. Простите, простите. Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным, человекообразным симулянтом. И что это самый поразительный поразительный. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в этой, в полном смысле, поразительной клетке. Николь. Разных размеров, но одинаковых по существу. Это знаменитый Клопус Нормалис и Обывателюс Вульгарис. Оба водятся в затклых матрацах временем. Клопус Нормалис, разжрев и упившись на теле одного человека, падает под кровать. Обывателюс Вульгарис, разжрев и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница. Товарищ, впрочем, убеждайтесь сами. Прошу обнажить клетку. Поразитель. Поразитель. Я помню старый дом широкой темной лестницей, завешанным окном. Широкой темной лестницей, завешанным окном. Товарищи! Товарищи! Подходите! Да не бойтесь. Оно совсем смирное. Не беспокойтесь. Четыре фильтра по бокам задерживают выражение на внутренней стороне клетки. И наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите. Оно сейчас будет так называемое курить. Какой ужас! Не бойтесь. Не бойтесь. Сейчас оно будет так называемое вдохновляться. Скрипкин, опрокиньте. Ох, не надо! Не учите бегать животные! Товарищи! Это же совсем не страшно. Оно ручное. Смотрите. Я его выведу сейчас. А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку. Граждане, братцы, свои, родные. Откуда? Сколько же вас? Когда же вас всех разморозили? Что ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалуйте ко мне. Да что ж я страдаю от гражданин? Намордник ему, намордник. Ах, какой ужас! Сонка, не стреляйте! Профессор, прекратите! Простите, простите, товарищи. Простите. Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состоянии галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится. Тихо, граждане, тихо. Расходитесь до завтра. Музыка, марш! Вы, конечно, уже поняли, что наш радиомузей – это своеобразная машина времени. Да, именно поэтому мы с вами можем свободно перемещаться в его пространстве. Мы на улице Ильи Ильфа. Да, но такой улицы в действительности, кажется, нет. Зато в нашем музее она одна из самых оживленных. Ой! Осторожней. Так недолго угодить под колеса. Антилопа гнул. Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Ой, давайте прокатимся. Ну, когда же еще нам представится подобный случай? Пожалуйста. Все дома улицы, по которым мы едем, заселены веселыми и грустными, добрыми и сердитыми персонажами книг Ильи Ильфа. Смотрите, здесь, кажется, справляют новоселье. Именно сюда переехал один из старых знакомых Ильфа – Силантий Арнольдович. Новый кооперативный дом был чистый, свеж, как невеста. Первыми вселились Протокотовы. Когда Протокотов втискивал в дверь первый стул, душа его наполнилась чувством гордости и умиления. «Наконец-то», – сказал он жене, – «наконец-то мы заживем, как люди, в совершенно отдельной квартире, одни, совсем одни». В глазах жены стояли слезы. «Здесь будет спальня. Комната, правда, не особенно большая, но зато очень хорошенькая и теплая. А вот это столовая и мой кабинет. Здесь мы сможем принимать знакомых. Правда, милая?» Жена тихо плакала. «А вот здесь», – сказал Протокотов с дрожью в голосе, – «в этой малюсенькой комнате мы поместим дядю Силантия». «Бедный дядя», – вздохнула жена, – «наконец-то и дядя сможет зажить, как человек». Рассказ Ильи Ильфа «Дядя Силантий Арнольдович» читает заслуженный артист РСФСР Лев Дуров. «Дядя Силантий Арнольдович жил в огромной и пыльной, как канцелярия воинского начальника, квартире на Плющихе совместно с 35 жильцами. Занимал дядя бывшую ванную, крохотную, совершенно темную комнату без окон. В течение целого дня Силантий Арнольдович таскал в квартиру племянника вещи. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезлых этажерок и винтовых табуретов красного дерева. «Зачем это, дядя?» – поморщился Протокотов, столкнувшись с пыхтящим дядей в дверях. «Почему мне не сказали про этот комод? Я бы нанял носильщиков и дело с концом». «Что ты, что ты?» – зашептал дядя, прикрывая хилым старческим телом допотопный комодик. «Какие теперь носильщики?» Испуганно оглядываясь, дядя Силантий впихнул комодик в новую свою комнату и заперся на ключ. «Странный какой-то дядя Силантий», – сказал Протокотов жене, ложась спать. «Впрочем, обживется, привыкнет». Но Силантий не привык. Утром Протокотов увидел в чистенькой уютной уборной большое написанное каллиграфическим почерком объявление. Начиналось оно следующими словами. «Граждане, помните, что вы здесь не одни. Люди ждут». Дальше предлагалось спускать воду и не бросать на полокурков. Всего было пунктов восемь. Объявление кончалось угрозой, что если граждане-жильцы не будут исполнять правил, уборную придется закрыть. Протокотов улыбнулся и сорвал объявление. В полдень в уборной появилось новое объявление, написанное тем же каллиграфическим почерком. Первые слова были такие. «Прошу в общественной уборной не хулиганить. Не забывайте, что вы здесь не один». Дядя Силантий работал не покладая рук. На следующий день Протокотов обнаружил в дивной эмулированной ванне старый матрац, пирамиду перевязанных бечевкой книг и пыльную клетку из-под попугая. На дверях появилась бумажка. «Звонить М.И. Протокотову восемь раз, С.А. Протокотову четырнадцать раз». Рядом с бумажкой Силантий Арнольдович пробил глазок, а с внутренней стороны приладил чугунный засов, толстую ржавую цепочку и длинную железную штангу. Внизу в швейцарской Силантий вывесил воззвание начинающиеся словами. «Граждане держатели кошек». Дядя требовал от граждан держателей, чтобы они надели на кошек намордники, обещая пожаловаться на слушников управдому. Коридорчик протокотовской квартиры покрылся аккуратно приклеенными четвертушками бумаги. «Не топайте ногами», – требовал дядя. «Вы не одни. Гасите за собой электрический свет. Не бросайте окурков, бумажек и мусору. За вами нет уборщиц». Как-то в субботу супруги протокотовы были приглашены на дачу и вернулись только в понедельник. За два дня Силантий Арнольдович умудрился переделать гордость протокотовых газовую плитку в буржуйку. Привезти буржуйку в прежнее состояние оказалось делом нелегким. Приезжали с газового завода, грозили выключить газ и взяли за переделку восемьдесят рублей. Протокотов ворвался в комнату дяди Силантия и долго топал ногами. «Поймите же, что объявления ваши не нужны! Мы в квартире одни, понимаете, одни! Ничего не нужно переделывать, дядя! Все благополучно! Поняли?» Старик испуганно мигал серенькими ресницами. С этого дня Силантий Арнольдович почти не показывался из своей комнаты. Выходил он только тогда, когда протокотовых не было дома. Блуждал по квартире, пробовал дверные запоры и тайком привешивал новые объявления. Как-то возвратившись ночью из театра и позабыв дома ключ, супруги долго и безрезультатно звонили, а потом догадались позвонить четырнадцать раз. «Кто там?» – встревожно спросил Силантий. «Это я! Откройте, дядя!» «Кто такой?» – закричал Силантий нечеловеческим голосом. «Это же я, я, я! Дядя, это я, Михаил!» «Без управ дома не пущу!» – пискнул дядя. «Да пустите! Черт!» Дверь не открывалась. Протокотов пытался высадить дверь плечом. Засов и штанга трещали, но не сдавались. Он стал колотить в дверь руками и ногами. «Караул!» – запел Силантий Арнольдыч. Собрались жильцы, пришлось сходить за управдомом. Дядя просунули под дверь управдомого удостоверения, и только после этого дверь отворилась. Целый день Силантий Арнольдыч таскал вещи обратно на плющиху. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезлых этажерок и винтовых табуретов. Останавливаясь на лестнице отдохнуть, он снимал старомодное золотое пенсне и испуганно мигал серенькими ресницами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какой темный двор! Такие дворы в старину называли колодцами. Все спят. По-видимому, очень поздно. Но именно здесь, в одной из квартир, нас ждет встреча с любопытнейшим типом, который, прямо скажем, не совсем еще ушел в прошлое. Войдем в парадное. Ой, здесь тоже темно. Что это? Кошки, не бойтесь, дайте мне руку, поднимемся повыше. Вот, мы поспели как раз вовремя. Иван Владимирович провожает гостей. Вот полюбуйтесь. Образец радушия и гостеприимства. Ну, что вы, ребята! Не понимаю, ну, куда же вы торопились? Ну, посидели бы еще. Петр Ильич, это ты виновник всего. Мне рано вставать, мне рано вставать, а за тобой все потянулись. В конце концов, отправил бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Чаю можно опять разогреть, закуски осталось. Водка, браша, дерзу, две бутылки, вот только рябиновая вся. Это уж Никита постарался. Ай, да Никита, ну, молодец! На работе такой суровый, а тут как нежно стал за рябиновкой ухаживать. Вот она где, энергия. Да ты не смущайся, не смущайся, Никит, чудачок. Так и надо, решительный напролом. Вот, жаль, Сергей Соломон вчера на ушел. Мы бы его попросили учредить у нас особый рябиновый отдел и заведующим, конечно, Никиту. Разрешите, я вам пальтецо разыщу. Нет, нет, очень даже стоит. Мы, как говорится, ваши хозяева, вы наши гости. Анюта! Ты не слышишь? Илья Григорьев с тобой прощается. Измоталась? Кто? Анюта! Да нет, что вы! Анна Николаевна у меня человек боевой. Жинка на ядь. Ее так легко не измотаешь. Нет. Что? А вот давайте пори держать. Приходите каждый день. У нас дом хоть простецкий, вас всегда, Анна Николаевна, накормит, напоит, приласкает. Да нет, Анюта. Ведь я в переносном смысле. Добродетель твоям вне подозрений. Хотя, чего это тебе Жиртунов все в уголке шептал, а? А-а-а! 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 Знаем, знаем. Жиртунов, говори прямо, чего требовал от моей законной супруги? Вы подумайте, а! Пришел в гости, воспользовался доверием хозяина и, можно сказать, супругу соблазнил. Нет, товарищи, я серьезно. Приходите почаще. Теперь дорогу знаете. Для Никитушки Рябинку всегда, всегда будем держать в резерве. Всего хорошего. Всего хорошего. Антон Фридович, все хорошего. Илья Григорьевич, заходите. Если там внизу дверь закрыта, постучите налево нашему церниру. Всего, всего. Приходите обязательно. Почаще. Всего. С монологом Иван Владимирович принимает гостей. Принадлежащим перу Михаила Кольцова вас знакомит народный артист РСФСР Евгений Вестник. Ой. Фу. Устал. Ой. Засеяли, однако. В который час? Половина четвертого. Ай. Хорошо, что Петр Ильич догадался увести всю Арау за собой. Они бы еще до восьми сидели. Ой. Снизу уже два раза приходили. Обещали коменданту жаловаться. Но как это люди не понимают, что пора уходить. Давай спать ложиться. Я хочу им всем назло завтра рано приехать на работу. А ну как? А? По-моему, вполне прилично получилось. Свинтянский был очень доволен. Он сказал Антону Фридриховичу, что сидел бы еще, если бы не готовиться к докладу. Конечно, он ушел больше для стиля. Оказывается, можно было свободно пригласить его жену. Она вообще-то имеет свою компанию, но охотно пришла бы сюда. Говорят, жуткая баба, жуткая баба. С едой вышла, в общем, хорошо, 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 хорошо. Ты была права. Я все боялся, что не хватит. Вон, Пирамову сделали очень хитро. На его сорокалетие Пирамика купила на базаре просто свиных ног, голов и всякой ерунды. Наготовила в умывальных тазар. Обыкновенный холодец. Всем очень понравилось. Нет, разве я говорю, что плохо организовано? Очень, очень мило получилось. Особенно с винегретом. Это было весьма кстати. Пусть видят, что домашний стол, а не то, что у Морфеевых, взяли из мостроп официантов посуду. С таким же успехом можно было всех повезти в ресторан. Ну, теперь конец. Конец. До мая никого больше не приглашаем. Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, жрали, пили. Надо было чем-нибудь ответить. Вот ответили и точка. Если чаще приглашать, начнут говорить, на какие шиши он все это устраивает. Ой. Ну, как тебе нравится этот щенок, Никитка, а? Ведь что натворил, что натворил? Ну, понятно, с непривычки. Зачем было его звать? А за тем, что надо было. У тебя, Анютка, совершенно нет политического чутья. До сих пор он трепал языком насчет всякой семейственности и спайки. Теперь пусть попробует хоть пикнуть. Из этих соображений я позвал и Жертунова, и Карасевича. Пришел, как будто одолжение сделал. А потом, когда увидел, что Свентьянский здесь, что Свентьянский пьет, как сразу растаял. Ой, ой, хитрый мужик. А Соломея Марковна, как она смотрела на свои пластинки. Не разбейте, не разбейте. Таких в Москве больше нет. Прямо как змея. Небось, когда посуду надо было у нас брать, она разбить-то не боялась. И потом, что это твоя мамаша трепала с Жертуновым? Что это такое? Ведь я тысячу раз спросил, пусть не разговаривает с гостями. Или пусть молчит. Или пусть уходит ночевать к Наде. Опять, наверное, морочила голову о том, как бывало раньше принимали гостей. Пойми, что люди понимают все в дурном смысле. Он ей будет кивать и улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения. Ладно, но не будем спорить. Это старок, как мир. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне это было только смешно. Но потом Свентьянский очень хотел мандаринов, а их не было. И Петр Ильич тут же сидел, меня прям в зло взяло, я еле сдержался. Зовешь людей, зовешь от души, зовешь по-товарищски, а не мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе. Я сдержался, я сдержался, я сдержался, я сдержался. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, внимание! Багаж на пассажирский поезд номер 110 прибыл не на третий, а на шестой путь. Не ко второй, а ко четвертой платформе. Уберация походов, объявленная с головы поезда, начинается с хвоста. Повторяю. Вы уверены, что мы с вами на нужной нам станции? После этого объявления меня оставили последние сомнения. Мы во владениях Михаила Зощенко. Этот смешной паровозик, конечно же. Пукушка. А эти бородатые люди в больших фартуках с бляхами. Носильщики. Ну, а длинная очередь в багажное отделение? Эта очередь заинтересовала и меня. Ага, вот и счастливый обладатель багажных квитанций. Интересно, а что он рассказывает обступившим его согражданам? Нынче взяток не берут. Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять. А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему. Взяток действительно не берут. У нас тетка от гриппа померла и в духовном завещании велела отправить ей на и там простыни и прочие мещанские вещицы в провинцию к родственникам со стороны жены. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэля. Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик такой в высшей степени благородный служащий. Быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает разъяснения. Только и слышно его симпатичный голос. Сорок, сто двадцать, пятьдесят. Сымайте, берите, отойдите. Не снови сюда балда, снови на эту сторону. Такая приятная картина труда и быстрых темпов. Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому. Но через два-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара он ее не берет. Хотя, видать, что сочувствует. Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают-ахают и страдают. Весовщик говорит, за место страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями, пущай он вам укрепит. Пущай сюда пару гвоздей вобьет и пущай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди, я приму. Действительно, верно. Стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали, те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое. Повествование от лица героя рассказа Михаила Зощенко «Слабая тара» ведет народный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Ну, вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукой. У него, видать, трахома на глазах. Вот он и надел очки, чтобы его хуже было не дать. А может быть, он служит на оптическом заводе и там даром раздают очки. Вот он становит свои шесть ящиков на метрические десятичные весы. Весовщик осматривает его шесть ящиков и говорит «Слабая тара не пойдет. Сымай обратно». И при этом делает рукой в сторону. Тот по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роет в своих карманах и выгребает оттуда рублей восемь денег. Все рублями. И хочет их подать весовщику. Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег. Он кричит «Это как понимать? Не хочешь ли ты мне взятку дать?» Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения. Нет, хоть я деньги вынул просто так, хотел, чтобы вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов. Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде. Весовщик говорит «Стыдно! Здесь взяток не берут! Сымайте свои шесть ящиков с весов, они мне буквально холодят душу. Но поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего. Он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возжаться с вами». Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление. «Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд. Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги. А то теперь трудно доказывать». Другой служащий отвечает «Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пусть они могут думать, что у нас по-прежнему рыльца в пуху». Который в очках совершенно сопревший возит со своими ящиками, их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова влокут на весы. Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара. И покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает у меня восемь рублей. Я говорю, что вы, говорю, обалдели восемь рублей брать за три гвоздя? Он мне говорит интимным голосом, «Это верно. Я бы вам из-за трояка сделал. Ну, хоть войдите в мое пиковое положение. Мне же надо делиться вот с этим крокодилом». Тут я начинаю понимать всю механику. Стало быть, я говорю, вы делитесь с весовщиком. Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разные вздоры небылицы, бормочет о мелком жалованишке, о дороговизне. Делает мне крупную скидку и приступает к работе. Вот приходит моя очередь. Я остановлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит, тара слабовата, не пойдет. Я говорю, разве? Мне сейчас ее только укрепляли. Вот тот с клещами укреплял. Весовщик отвечает, ах, пардон, пардон. Извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается, что пардон, то пардон. Принимает он мой ящик и пишет накладную. Я читаю накладную, а там сказано, тара слабая. Да что ж вы, говорю, делаете арапы. Мне же, говорю, с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют, и надпись не позволит требовать убытки. Теперь, говорю, я вижу ваши комбинации. Весовщик говорит, что пардон, то пардон. Извиняюсь. Он вычеркивает надпись, и я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохотте, с которой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этой экспозицией мы заканчиваем осмотр первого зала нашего радиомузея. Девиз нашего путешествия – скорость и комфорт. Во мгновение ока мы с вами сможем перенестись из годов 30-х в 70-е. Причем не испытывая никаких перегрузок. Попробуем? Попробуем. Не знаю, как вы, а я ничего не почувствовал. А я сразу почувствовала себя в своей тарелке. Большой современный город. Широкие светлые улицы, высокие здания, потоки машин. Но прежде всего сами горожане. Жители этого города издавна славятся своим дружелюбием, хлебосольством и отзывчивостью. Да, но иногда именно отзывчивость доводит их до беды. Имеются факты? Давайте зайдем в районное отделение милиции. Рабочий день, правда, уже закончился, но один из следователей задержался. Слишком настойчивым оказался посетитель. И вот, гражданин следователь, разрешите, я расскажу вам все по порядку. А вы уж меня не сбивайте, не то я что-нибудь важное забуду, а потом стану переживать. Значит, начну с того, что я, Зенков Иван Сергеевич, 62 года мне, работаю сотрудником медицинского института в должности вахтера. Протекция. Так назвал свой рассказ писатель Григорий Горин. От лица вахтера народный артист РСФСР Петр Щербаков. Так вот, летом у нас в институте, как известно, экзамены вступительные. Одним словом, абитуриентов принимаем. Народу к нам поступает много, все хотят быть докторами, иметь высшее образование. На каждое место человек десять поступает. Можете представить, что творится. В вестибюле летом не протолкнешься, все ходят, волнуются, шепчут, в книжки заглядывают. Здесь же и родители стоят кучками, тихонько пугают друг дружку. Этот, мол, дацен страшный, а этот, мол, еще страшнее. Пропадут, мол, наши дети. Запугивают друг дружку до обмороков. Я даже специально в столе бутылку валерьянки держу. Как кому плохо, так в стаканчик накапываю. Очень помогает от нервной системы. Так вот, в тот памятный день из-за валерьянки и началось. Стояла в вестибюле одна мамаша с дочерью, абитуриенткой. У обеих вид был ужасный перепуганный. Дочка дрожала, а мать ее по голове гладила. Гладила, гладила, да вдруг за сердце сама и схватилась. Ну, я свое дело знаю. Достал валерьянку, опил в стаканчик и к ней. Выпейте, говорю гражданка, очень помогает от нервной системы. Она выпила и говорит, спасибо вам большое, а то мне что-то плохо сделалось. Я говорю, напрасно. Напрасно вы себя изводите. Сдаст ваша дочка. Дочка говорит, ой, ни в коем случае. Я сегодня физику доценту Грачеву сдаю, а он же зверь. Я говорю, какое вы имеете, девушка, право оскорблять наших сотрудников. Товарищ, говорю, Грачев Виктор Георгиевич, очень даже хороший человек. Я его прекрасно знаю. Сказал и отошел к своему рабочему месту. Только вскоре подходит ко мне та мамаша и говорит. Уважаемый товарищ дежурный, у меня к вам интимный разговор. У меня дочка очень нервная, с ней вот-вот должна произойти истерика. Помогите ради Бога. Я говорю, пожалуйста, и лезу за валерьянкой. Нет, говорит мамаша, вы меня не так поняли. Я прошу у вас протекции. Вы сами сказали, что хорошо знаете и доцента Грачева. Так не смогли бы вы за нас замолвить словечко. Ничего такого особенного не надо. Лишь бы он к ней подобрее отнесся. И смотрит на меня так жалобно, жалобно. А сзади дочка выглядывается бледно и губы кусает. И вот тут, гражданин следователь, дал я слабину. Мне бы шугануть, да кулаком стукнуть. А я расчувствовался. Хорошо, говорю мамаша, попробуй. Как фамилия? Николаева, говорит. Ладно, говорю, попытаемся. Встал и пошел на кафедру физики. Постоял там пять минут, папироску покурил и назад. Это Николаева ко мне. Я говорю, все в порядке, пусть сдает и не сомневается. Мамаша Николаева говорит, спасибо вам большое. Я говорю, не стоит. Для чего я это сделал, гражданин следователь? Просто для поднятия духа, как говорится. Подумал, пусть девчонка думает, что за нее хлопотали. Все нервы спокойнее будут. А там, глядишь, ежели действительно учил, то и сдаст. Вот какие мысли у меня были, гражданин следователь. И ничего больше. Действительно, выбегает вскоре эта девчонка, вся сияет, пятерка кричит мама. Тут они с мамашей целуются от радости и прыгают. Я тоже сижу довольный, что мой фокус удался. Только затем подходят они ко мне и начинают благодарить. Мол, я спаситель, чудесный человек и все такое. Ну, я, понятно, сижу, смущаюсь. Но после этих слов мамаша лезет в сумку и сует мне 25 рублей. Гражданин следователь, я отказывался. Я их ни в какую не брал. Говорил даже, да что вы ей богу. Но эта женщина сунула мне в карман деньги и убежала вместе с дочкой. Весь вечер потом я совестью мучился. Переживал вовсю. На другой день пришел рано на работу. И вдруг подходит ко мне незнакомая женщина. Такая вся из себя полная. Здравствуйте, говорит Иван Сергеевич. Я к вам по рекомендации Николаевой. У меня сегодня сын физику сдает. Выручайте. И вот с тех пор и пошло, и пошло. Каждый день ко мне родители идут. Просят, умоляют. Я, конечно, никому конкретно не обещаю. Сдаст человек, так сдаст. А не сдаст, я не виноват. Извините, говорю, не получилось. Уж видно, совсем ваш ребенок ничего не знал, ежели после моей протекции сумел провалиться. Не быть, значит, ему доктором. Очень многие моей помощью пользовались. Я уж потом стал им в других кафедрах гарантировать. А потом уж и в другие институты стал устраивать. Придет ко мне родитель и скажет, Иван Сергеевич, у меня сын в юридический или, скажем, в авиационный поступает. Не можете ли помочь? А мне что жалко? Пусть поступает, говорю. Все, что смогу, сделаю. Пусть сдает, не сомневается. Многие потом благодарить приходили. И, конечно, деньги совали. И я натурально проявлял слабость. В общем, совсем извелся я. Вечерами дома сижу, как крот. Все жду, когда милиция придет. И дождался. Вчера вечером звонят в дверь, открываю наш участковый. У меня внутри все и оборвалось. Вы, гражданин Зинков, спрашивает. Я, говорю. И чувствую, ноги подкашиваются. Вы работаете в институте, спрашивает. Работаю, говорю. Значит, все верно, говорит. А я к вам по личному делу. У меня брат поступает в ваш институт. Так не смогли бы вы чем-нибудь посодействовать. Чего он еще говорил? Не помню. Я сознание лишился. На пол упал. Меня на постель положили. Стали отхаживать. Всю ночь я метался. Горел весь. Аж по диполенам пахал. И сам пошел к вам, гражданин следователь. Судите меня по всей строгости. Все равно больше нет сил маяться. Нерва ведь тоже не из проволоки. У вас, простите, никто из родственников в институт не поступает? Нет? Тогда разрешите папироску. Да, дети. Из-за слепой любви к ним мы поступаемся порой своими принципами. Не отдавая себе отчета в том, что именно этого они нам и не прощают. А нынешние дети вообще более строги к своим родителям. А мне кажется, что вся беда в том, что родители часто забывают, что они тоже были детьми. А дети не хотят думать или просто не могут себе представить, что рано или поздно им придется стать родителями. Есть ли выход? Ну, каждая семья ищет его по-своему. Давайте послушаем, как сегодня решается проблема отцов и детей в семье Погребенниковых. Налей мне стакан чаю. Я сегодня хочу пить из стакана, сказал папа Погребенников. — Почему? — удивилась Ира Ивановна. — У нас и стаканов-то приличных нет. Кто же то пьет чай из граненых стаканов? — Просто мне хочется через чай смотреть на солнце. Мама Погребенникова даже рот открыла от удивления. Что это сегодня с ее мужем? Однако она полезла в буфет и достала граненый стакан с гречкой. Гречку она выспала в банку, стакан вымыла и подала Виктор Степановичу. Старший Погребенников налил туда крепкого чая, поднес к глазам, сожмурил один глаз, посмотрел через чай на солнце, отхлебнул, опять посмотрел. Ира Ивановна и Славик смотрели на главу семьи с величайшим изумлением. — Ты не пьян случайно с утра? — спросила мама Погребенникова. — Просто у меня хорошее настроение. — Но это не значит, что надо делать глупости, — сказала мама Погребенникова менторским тоном. — А мне тоже хочется делать глупости, когда хорошее настроение поддержал отца младший Погребенников. Ира Ивановна пожал плечами. — Может быть, ты тоже будешь смотреть через чай на солнце? — А что, можно? — Батя, дай. Младший Погребенников взял у отца стакан с чаем и тоже стал пить, посматривая на солнце. Ира Ивановна вдруг рассмеялась. — Это на вас весна действует, — догадалась она. — Может быть, может быть, — сказал Виктор Степанович. Он потянулся, подошел к окну и открыл форточку. — Ирусь, пойди с ульда, — сказал он. Жена подошла и встала рядом. — Чего? — спросила она. — Не стой возле форчки, простудишься. — Ты чувствуешь, какой воздух! Ира Ивановна вздохнула. — Да, совсем весна. Скоро надо окна открывать. А помнишь, как мы встречали всегда весну? Ира Ивановна задумалась. Лицо ее посветлело и помолодело. Помню, помню, как же супруги притихли. Рассказ Евгения Дубровина «За подснежниками» читает народный артист РСФСР Олег Табаков. Далеко-далеко, в юности, когда они встречались, Виктор Степанович, тогда Витек Стебелек, Придумал встречать весну в лесу. Сколько прошло с тех пор? Восемнадцать лет. С тех пор, как они поженились, Они не встречали больше весну в лесу. Дела, заботы, потом сын, Привычка к комфорту. — А что, если нам сейчас махнуть В лес за подснежниками? Сказал Виктор Степанович, Обняв за плечи жену. — А Славика куда денем? — Как куда? Возьмем с собой! Он же ни разу не встречал весну в лесу! — Ни за что на свете! Нужна она мне, Ваша весна в лесу. Грязь, сыра, комары. — Комаров сейчас нет, — засмеялась Ира Ивановна. — Ну, муравьи. — И муравьев нет. Ну, какая-нибудь другая гадость. Сейчас ничего нет. — А тогда зачем ехать? Сделал неожиданный ход Сын. — Ты знаешь, как здорово там! Ну, берем подснежников. — Подснежники можно купить на базаре. — Разожжем костер. — А! Нажарим шашлыков. А на что у нас электрошашлычница? — Экай ты, друг, лодыль! С досадой воскликнул Виктор Степанович. Ну, не хочешь даже посмотреть весну в лесу? — Младший погребенников поморщился. — Зачем мне это надо? Тащиться черти куда, по грязи. В воскресенье наверняка будут показывать вашу эту весну по телеку. Вот тогда и посмотрим, что за дела. То совсем другое дело. То будут показывать искусство, а мы увидим жизнь. — Отстаньте вы от меня! Сказал, не поеду, значит, не поеду. Папа погребенников нахмурился. — Нет, поедешь. Я приказываю. Каждый человек должен испытать, что такое весна в лесу. Это впечатление на всю жизнь. Чихал я на это впечатление. У меня завтра контрольный по английскому. Сейчас вкалывать и вкалывать. Я разрешаю получить тебе по контрольной два. Сын вытрощил глаза. — Чего? Разрешаешь? Из-за какой-то паршивой весны? — Да. Да, из-за какой-то паршивой весны. Сын покачал головой. — Ну ты, батя, совсем свихнулся на своих жучках. — Что? — Ну извини, извини, я погорчился. Но уж больно ты меня удивляешь. — Собирайся, я сказал. — Нет, батя, если у тебя начались возрастные странности, то я пока еще нормальный человек. Младший погребенников спокойно начал намазывать себе масло на хлеб. В общем, против вашего похода я не возражаю. Хоть позанимайся спокойно. — Джинсовый костюм. — Сказала Ира Ивановна. — Что? Джинсовый костюм не понял младший погребенников. — У тебя что, мать, тоже начались необратимые возрастные изменения? — Я тоже свихнулась, как и батя, от весны. — Оно и видно, — покачал головой сын. — Импортный джинсовый костюм с заплатами и бахромой. Славик насторожился. — Что значит этот бред? — спросил он. Мама погребенникова взлохматила сыну волосы. — Это значит, что я куплю тебе импортный джинсовый костюм, если ты поедешь с нами встречать весну. Через полчаса вся семья погребенниковых в спортивных костюмах шагала к остановке автобуса. За спиной Виктора Степановича выселся огромный зеленый рюкзак, в котором что-то двигалось и позвякивало. Семья молчала, и каждый думал о своем. — Чего? День, помучаюсь, зато джинсовый костюм будет, — думал Славик. — Может, нежнее станет, ближе к нам, — думала Ира Ивановна. — А вдруг он полюбит лес, станет ученым по лесной части, передам ему в наследство своих жуков. Жалко, если пропадет труд. В голых деревьях шуршал ветер, Тревожно пахло весной и неизвестностью. Наша радиоэкскурсия подошла к концу. Мы надеемся, что она показалась вам интересной. И рассчитываем, что вы напишите нам о тех приметах уходящего быта, которые давно необходимо отправить на музейные полки. Ваши письма мы передадим писателям, юмористам и сатирикам. Они помогут им в создании произведений специально для нашей передачи. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Давайте смеяться. Давайте поскорее расставаться с тем прошлым, которого никому из нас не будет жалко в будущем. Вашими гидами в залах музея уходящего быта были артистка Ирина Муравьева и артист Константин Райкин. До свидания, друзья. До нового свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова